это чей канал нету никого ну все сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить добрый ночь добрый вечер есть санкт-петербург и откуда честахова с польши боль понятно о чем беседуете несколько какие у нас я не знаю для чего-то в рулетку же выходит просто пообщаться дела нормально как у вас тоже нормально живем здесь инфляцию немного удерживаем так нормально что удерживаете пивко удерживать как следует зарплатой ценами на продукты вы как-то и можете удержать пиво покупает инфляция останавливается скажите как удержать вы знаете по видео которое сзади вас я таки поняла что вы не простой человек я поняла я поняла я поняла я все поняла но я поняла что вы какой-то нормальный человек который хочет поразговаривать о чем-то высоком давайте будем разговаривать а вы про инфляцию расскажите про инфляцию ну как инфляцию но никак ее не удержать потому что идет война на украине ее никак не удержать поэтому мы удерживаем мы делаем невыполнимые вещи польша россия напала на украину и вот терроризирует всю страну всю европу и что и как и как нам как нам жить то есть россия виновата в инфляции кольца да да то есть настолько великая страна пау а на польшу как это влияет а как влияет а всемирная инфляция идет россия влияет на всемирную инфляцию поняли а говорят кто такая россия алё потому что идут все средства на боеприпас а так вы сами идиоты получаются ну вот и поняли вот разобрались то есть весь мир я так не то есть весь весь мир тратится на боеприпас а почему в россии инфляция небольшая а почему в россии инфляция небольшая самый низкий во что небольшая это вам цифры кто сказал магазин прикинь я в магазины хожу я же вижу да и вы не видите что слушать и вы не видите что слушайте чё правда нету да у вас сейчас я приеду секунду не надо рассказывать все расскажут инфляция есть греча у вас очень дорогая греча очень дорогая стала мясо вас вообще не докупится а там где там чукотки или где там вообще виноград помидоры и вообще ну что вы рассказываете вы думаете вы изолированы в такой степени ну нет я интернет же тоже работает ну чушь вас сказать сколько у нас мясо стоит нет я не знаю точно сколько у вас мясо дорогое хрен найдешь сколько стоит я не знаю я знаю но она очень дорогой и хрен найдешь у вас мясо нет я могу сказать сколько сколько у вас не пофиг сколько у вас сколько у вас сколько у нас 10 злотых за килограмм это переведите в гривны в гривны можете перевести а почему я должна переводить ну чтобы я перевожу там где я сейчас живу я вам сказала 10 злотых ну я могу курс посмотреть ну и что я бы еще в магазин зашел посмотрел сколько реально стоит мясо в польше не знаю сколько курс но вы же меня спросили 10 злотых 100 грамм правильно вы же меня спросили точно я вам сказала вы же знаете сколько за одну злотую гривен дает конечно 90 гривен за килограмм у гугла спрошу а ну давайте у гугла и что будет с этого ну и 14 с половиной злота сейчас найдем какой-нибудь сайт так мясо свинины вот пишет 15 злотых ну 15 это сколько то что на 10 сказала я уже не волнуют но я вчера ничего выдумывать я вчера покупала курица 9 9 чек можете показать 99 я вчера покупала за 300 рублей килограмм свинину не я вам говорю 16 16 16 90 90 90 90 по пол килограмма до это фарш это 500 грамм 6 99 бедренки если покупаешь 2 а что за бедренки а что за бедренки ядреные такие бедренки из бедра ядренка такой магазин магазин пятерочка типа да какая пятерочка еще чем там ну какой такой совсем там магазин с прострочкой которые которые есть у вас есть такой а пиво сколько стоит сеть магазинов польша бедренка ядренка ядреная бедренка не я курс смотрю 21 курс я вам говорю что свинина у них по 300 килограмм вчера пар давайте так а почему один польский злотый это 21 рубль я не знаю сколько рублей я знаю сколько это гривен а рублей это мне посрать получается что вы собрали ты сказал что не знаешь почему это я собрал потому что свинина потому что свинина свинина стоит 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 15 злотых это 300 рублей за что куда где свинина что ну как а шеи свинины что что есть есть миллионы есть есть с ребрышками есть вы так а шеек с ребрышками не бывает а шеек есть отдельно есть миллионы я же вам еще говорю еще раз вы не понимаете что такое мясо вот реально не понимаете 15 злотых за килограмм мясо где растет где мясо растет вообще ну вы понимаете что такое мясо вообще она уже на деревьях по моему растет мясо и смотря где собирают ну мясо растет на деревьях если если его быстро собирают то она дешевле поэтому у вас поздно собирают просто меня у вас позднее мясо собрали за килограмм чего ну свинины ну свинины и какой свиньи вы мужчина вы вообще понимаете курс 1 к 20 так что это получается 300 рублей вы понимаете какую свинину и что и где не ругайтесь так что цены одинаковые нет цены не одинаковые вы не понимаете цены не одинаковые вот тут кстати она права у нас в рублях а у них в злотах вообще цены не одинаковые мнение не одинаковые ну там 15 здесь 300 вообще разные цены конечно у меня родители в украине в украине почему время занимались в украине почему ву когда мы когда г когда она что я в украине жила и они в украине занимались все время все время занимались мясом и которые где как мясо я понимаю какая стоимость подождите это совсем другое это совсем другое вот смотрите вот ножка будет стоить одно фарш будет стоить другое будет стоить третье а шейк будет стоить третье вы что не понимаете ли что говорим с вами про шейк ну а шейк это самое ну почти хорошее мясо самое хорошее мясо есть еще филейка филейка свинная это вообще самое дорожее у нас называется карбонат ну может а там филейка ну и у вас дороже ну и что вы хотите сказать у нас дороже где где в украине кто кто у нас дороже где каком украине каком польше какие злоты сколько это гривен в рублях сколько гривен в свинине сколько по курсу один килограмм свинины это сколько пирожных сколько пирожных в одной злотой если 6 злотых это 17 тысяч свинины то рублей это сколько в гривнах когда доллар 1 15 82 это когда если одна она хрюкает три раза то тогда это сколько килограмм весит один килограмм сколько весит вот непонятно поэтому надо разобраться свинина ли в этом в этих рублях или или он из гривен состоит или это из коровы свинина состоит или вообще свинина из коровы состоит тут надо разбираться Нет, мы про злотые говорим. В Польше. В Украине вообще там инфляция, там все в 5 раз дороже, чем в России. Но в Украине все дороже, чем в России. Кто вам такое сказал? Ну, можете в магазине... Знаете, вот блогеры есть. Они снимают цены в Киеве. Да блогеры мне посрать на этих блогерей. У меня батьки есть на Украине, которые живут. И они кажут, что вот сколько, сколько то коштует. Да, то, что они кажут, то правда, а то, который пошел в магазин и снял цены, тот пиздит. Понимаете, че не? Че да. Ну, вы знаете, что... Ну, вы знаете, что... Че-че-че. Вот у нас, смотрите, свинина, мякоть без кости. Вот у нас, смотрите, свинина, мякоть без кости. 339 рублей килограмм. 339 рублей килограмм. А карбонат 379. А карбонат 379. Я не понимаю на вашем... Я не понимаю на вашем русском... На вашем русском не понимаю. А вы же какого-то другого языка не знаете. Кроме русского. В смысле? Кроме русского. Ты че, вообще чешок? А какой язык вы еще знаете? Рыку в трохе, чешок. Ну, вы сейчас на каком языке говорите? А вы сейчас на каком языке говорите? А на и кому ты думаешь, что я разговариваю? На русском. На русском. А ты думала, ты на английском все это время шпрехала? А, понятно. Она думала, она английский выучила. Ну, мы же с вами вот уже 10 минут разговариваем. Я разговариваю с тобою російською мовою через те, что ты украинский не розумеешь. Ну, я вас понимаю сейчас. Ну, я вас понимаю сейчас. Смотрите, я кроме русского языка другого не знаю. Вы со мной разговариваете, я вас понимаю. Значит, вы говорите тоже на русском. Потому что я до этого разговаривала с тобою російською мовою. Чтоб ты за мною разумею балакать. А сейчас на каком говорите? Балакать. Все ясно. А сейчас на каком говорите? А сейчас на каком говорите? Ну, то я ж тебе за шей, за цей размовляю. За цей тебе и кон... За ше, за це, за те, за пе, за ге, за де, за плеть, пфу. За це, за ше, зе, же, це, це, де, за це. Короче, я за это тебе и размовляю. Я вас понимаю. Что ты меня понимаешь? Ну, то, что вы говорите. Что вы говорите на украинском языке. На украинском языке. Не, я размовляю на украинском. Подождите, как на украинском? А можете перевести на украинский язык? Бабка поймала стрекозу. Бабка спимала... Залупивку. Залупивку, да? Вы же не знаете мою, да? Ну, вы не знаете, как стрекоза... Только не плачь, мать, погоди. Вы не знаете, как стрекоза будет по мою. На русском языке вы же знаете? Залупивка. На русском языке вы же знаете? Значит вы, украинский, знаете хуже русского. Так ведь? Так и е. Видишь, е украинская. Как украинская будет фамилия? Призвучно. Однофамилец. Одно... Однояйцовый. Однояйцовый призвинищец. Призвище одномовное. О, призвище одномовное. Правильно. Нет, не знаете мову? Не знаете? Не знаете? Вот видите? Вы говорите на русском лучше черномове. На русском лучше черномове. Вот так. Я понимаю меньше, да, меньше украинскую мову, чем на русском. Чем русский язык, да. На сунжерке, короче, балакает, шмалакает. Чем русский язык. Вот такие вы все украинцы, да. А знаете, чему? А знаете, чему? А это не важно. А больше спілкуйтесь. Не, а чему? А чему? Вы русские люди, которые забыли, что... Не, не. А знаете, чему? А знаете, чему? Не, мы не русские люди. Как? А знаете, чему? То, что наше все життя, советская влада, все життя, она заставляла, все заставляла И听 слово в русских языках. А как можно заставить вас? Сейчас я разговариваю украинской мовой. А как можно вас заставить? Я стараюсь. А как можно вас заставить? А вот так, а вот так. А об этом нас были уроки, у нас были уроки. У нас были уроки. И, оказывается, в школе заставляют учиться. Понятно? Вы не просто знания получаете, а вас заставляют учиться. Можете в суд подать на государство, потому что вас заставляли, мучили. Вообще издевались над вами и заставляли учить уроки. Потому что 20 плюс 30, то 25. А вас вот заставили это узнать. Заставили? А вы не хотели, а вас заставили. У нас были уроки, да, у нас были уроки. А вы вам автоматически заставляли? Нет, я была в пятом классе, вы думаете, дитина, а как ей 10 лет... В пятом классе заходят в класс, уселась училка такая. Значит так, сучоныши, бля, учим русский язык. Ты, говори, мама. Какая тату? И скажут, учи русскую мову. Не, я не буду учить русскую мову. Я вам еще раз скажу. Учитель с автоматом. Учителя. Мама с папой. Учителя с автоматом. Учителя. Подождите, ну у вас родная речь была? Подождите, ну у вас родная речь была? Украинская мова была? Да, мы балакали. Балакали. Вы чуете, что я вам скажу? Так, как сейчас на Красноярске. Чуем, чуем, что ты на деревенском языке разговариваешь. Что мы чуем? Ну, Дарьи кажут, что мы балакаем, у нас балачка. Мы балакаем, мы разговариваем отою мовою. Как это нет? У нас есть украинская мова. Мы не разговариваем. То есть учились плохо, да? То есть русский язык не ученый? А чему мы разговариваем? А чему? Нет, мы разговариваем украинскую мовую. Бабочку вы хотите, чтобы я вам сказала? А метеллик? Вы хотите, чтобы я сказала бабочка? Нет, я сказал тебе стрекоза. А стрекоза? А стрекоза тоже будет метеллик. Все метеллик будет. Все. А корова как будет? Тоже метеллик. А это самое вот это окошко? Кит. А кит? Кошка. Все правильно. Зайдите в гугл перекладачь и посмотрите. И посмотрите. А соковыжималка как будет? Так само будет соковыжималка. У вас сок? Разве есть такое слово? Сок? Разве есть такое слово? Нет, у вас есть сик. У нас есть сик. Сик-сик. И получился сик. Сик. А почему соковыжималка тогда? А че у вас прапорщик? Мы пришли к прапорщику. Ура! Дает прапорщика. И Киевскую Русь. Потому что прапор у нас есть знамя. У вас нема прапора. У вас есть флаг. Есть у нас прапор. Был, когда прапорщик был. Который носил знамя. Назывался прапор. У вас есть знамя. У нас есть флаг. А у вас флаг есть? У вас есть флаг. Ну, не кашляйте, не кашляйте. Мать, ну соберись, ё-процетэ. Сейчас от флага это. Ну, не кашляйте, не кашляйте. У вас флаг есть? Почему у вас есть флаг? Так. У вас флаг есть? У нас есть прапор и у нас есть прапорщик. А можно спросить? А что делает ваш прапорщик? У вас есть флаг. Вот эта вот палка. И триколор. А почему триколор? Сейчас вам расскажу. Нет, почему? Нет, вы послушайте, триколор. А колобик почему есть? Колобик еще приплети сюда давай. Триколор. Ну вот я вас спрашиваю, триколор? Я вам расскажу сейчас, расскажу. Три колор. Да расскажу сейчас вам Успокойтесь Вот у вас флага нет А палка, на котором висит флаг Ну, прапор висит Флагшток То есть флага нет А флагшток есть Ну Ну, ее не смущает Ну, нормально Прапор на флагштоке висит А то, что у нас прапорщик есть, а прапора для нее нет Это не ну А у вас есть прапор Ну, у вас на мая И прапорщик есть у нас, и прапор есть Старое название Слово прапорщик Это воинское звание Раньше В Российской империи Носил прапор Прапорщик носил флаг Поэтому его так и назвали Потом это слово устарело Ну вот Потом это слово устарело Ну вот, его перестали использовать Потом это слово устарело Ну вот, его перестали использовать Сложно, подождите Ну, давайте про древнюю русскую слово Во, пошла Все, киевская Русь пошла Отлично, это наша тема Про древнюю русскую слово Давайте Давайте Про то Когда Русь была Когда была Московия Вот, давай А что такое Московия? А что такое Московия? Там в Московии вообще не было никаких слов А зачем вы спрашиваете? Они все, я же говорят на украинской Запозычений Подождите Московия это что по-вашему? Подождите Московия это что по-вашему? А киеве? Московия это Болота Которые на России сейчас Подожди Построены на семи холмах Там нет болот Там нет болот Там холмы и горы А на холмах, да А там где внизу Там не было ничего Там татар не было Там были болота с татарами Там внизу были татары И среди татаров были болота И потом татары когда ушли Болота остались Потом пришли 7 холмов И болота ушли Под Киев И там уже под Киевом остались болота Ясно А холмы пришли и выгнали болота все Вместе с татарами Ничего не было Юрий Великий где был? Юрий Великий где был? В космосе был Был в космосе И был еще и дома еще был Вы же говорите про Московию Потом упоминайте болота Юрий Юрий где построил свое царство? Юрий это кто? Кто такой Юрий? Который построил Юрий? Космос который летал Князь Киевский Подождите Кого вы имеете в виду? Князь Киевский был Владимир Потом Олег Ярослав Мудрый знаете да? А Юрий кто такой? А Юрий кто такой? А Юрий кто такой? Кто такой? Наверное Долгорукий В Новгороде был Наверное Долгорукий? Долгорукий Юрий, да? Долгорукий Юрий, да? Так он был князь Ростовский Он был князь Ростовский И тем, как в Москву пошел Нет, ну бляха-муха Ну что вы начинаете Вы ведете какой-то Этот Нет, все Я даже не хочу это все Чего, давай про Гагарина дальше Вещай, что там этот Гагарин сделал Москву И еще потом было Вот реально Вот реально, потому что Вы начинаете все перекручивать Вот реально Вся Россия Даже Россия Вот эта Россия Пошла из Киевской Руси Из Киевской Руси Что такое Киевская Русь Нет, нет Вы князя Великого Владимира Который крестил Русь Вы себе присоединили Присоединили себя О, Владимир Иванович Здравствуйте Тут про вашего тезку обсуждают Вопрос Секунду, можно вопрос? А ну Князь Владимир Князь Владимир Как его имя Расшифровывается? Расшифровывается Владеть миром Владеть миром Правильно, Владимир Правильно, Владимир А зачем это? Ну, по-украински как мир По-украински как мир Не, ну зачем сейчас? Ну Не, ну зачем сейчас? Я сейчас не готова Сейчас не надо Давайте завтра про это Это же русское слово Владимир Это же русское слово Владеть миром В смысле русское? Русское это русское Я не понимаю Для чего русское? Как по-украински будет мир? Как по-украински будет мир? Мэр Свит Мэр Она думает, если и на и менять То это украинский язык Тогда будет Юрый 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 Долгорукий Получается И был Киев 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 был Получается Князик Киевский И Свит Мэр Свит Свит Вы не... Сыр, ёбте Какой мыр? Сыр? Ты шо, мать, путаешь уже? Мэр, это ж сыр Когда? Мэр Мэр Вы не знаете мэру Мэмра Я знаю Давайте Google перекладач посмотрим У вас свит Во всем свите Перекладач посмотрим У вас свит Свит, це свит, це повністю свит Свит, це повністю свит А Мэр, это когда не повністю свит Тогда Мэр Мэр тогда, когда не повністю Вот, когда вот свит, а то Мэр Маленький Мэр, половинка Амир это есть мир. Это когда не война, а мир. Вы за что спитали? Нет. Понимаете, имя владеть миром. Понимаете, имя владеть миром. Не войной, а миром. Всем миром. Владеть всем. Владеть миром это светом или миром? Или мир это война и мир? Нет. Владеть светом? Владеть светом или война и мир? Или Толстой? Или Гоголь? Или Володымыр? Или Мыр? Или Сыр? Или Владеть? Или вообще Кью? А? Или где? Или весь, половинка света. Если половинка света, то Мыр. А если света много, тогда не свет, а светлы. И светлы. Получается Юрий. Юрий Гагаренко. Эбал в космосы. И оттуда плюнул на Мыр. И получился Суит. А нафига он, кстати, плюнул? Это он зря. Вот. И получается, что когда они пришли в Киев, Юрий и Долгорукий и Володымыр. И Володымыр, они вместе пришли и сделали что? Правильно, в покер сыграли. И кто выиграл, тот и взял себе Москву. Юрий победил получаться. Хорошо, покер играл, видать. У нас просто двойное значение. Двойное. Значение мир. Мир, земля. Мир. Это мир, земля. И мир, это мыр. У вас весь свит. У вас весь свит. Мыр, это нас мыр. Нет, мир и война у вас свит. Мыр нас выт. Мыр? Мыр или не мыр? Черномыр. О, вспомнил. Так Черномырдин. Это ж получается Черный Мыр. А он украинец был Черномырдин? Черный Мыр. Дин. Черный Мыр Дин. Черномыр Дин. О, оказывается, кем он был. А, понятно. Нет, свит это... О, Боже. То вы же... Овладеть как у вас. Хай меня Бог милый. То вы же думаете, про что вы мовите. Нет, овладеть как у вас. Секунду. Нет, овладеть как у вас. Владит. Владит мир. Черный мир, дыр. Дыр, мир, дыр. Пыр, сыр. Дыр. Пыр. Что такое? Овладеть миром или овладеть свитом? Я же не понимаю, что вы знаете на увазе. Переведите владеть миром на украинскую мову. Володите свитом. Вот, но он же Владимир... Так долго спорил и в итоге перевела свитом. Он же Владимир, а не Влад Свит. Он русский, князь. Он русский, князь. Владимир. Да какой русский? Ну, если бы он был украинский, он бы был украинский. Киевской Руси, правда? Если бы он был украинским, он бы... Когда они перестанут в словосочетании Киевская Русь находить Украину? Когда? Он был Влад Свит. Он был Влад Свит. А он Владимир. А он Владимир. Понимаете, русский князь. Понимаете, русский князь. Не украинский. А, мир это... Мир это на русск. Ну, владеть миром, да, это русское слово. Ну, не мир же. А вас владеть свитом. А вас владеть свитом. Понимаете? То есть, до того... Если бы он был украинцем... До того... Зачекайте, зачекайте. То есть, до того... Украинский князь уже была Московия. Киевская Русь уже была. А Киевская Русь уже была. Ну, не украинский князь. То есть, Владимир... Заздалегидь. Заздалегидь. Його... Ну, так как вы понимаете украинскую мову, ну, то переведите собі. Заздалегидь его так назвали, шоб потом її назвати Русією, так? Нет. Владимира Заздалегидь назвали Володимир, потому шо потом он когда-нибудь станет русским. Но тогда русского языка не було, поэтому назвали его авансом. Не знаю русского языка, назвали его русским. Но на самом деле он украинец, поэтому он владисвит был. А потом его перименовали Владимир, потому шо он потом поел сыр, потом он съел дыр, потом поел пир, потом вкусил дыр, и потом его стал Владимир, и потом он уехал в Москву. Такая же история получается. Заранее, до того, как после него, когда до, когда он приехал, его заранее немножечко туда-обратно дыр. Мыр-дыр, тыр, черномыр-дыр. Вы сами говорите, была Киевская Русь, правильно? Была Киевская Русь. Киевская Русь. А где в словосочетании Киевская Русь? Где в словосочетании Киевская Русь? Слово Украина. Слово Украина. Там надо буквы попереставлять немножечко. Вот дыр сюда, пыр сюда, сыр туда, дыр сюда, потом чердодыр, пыр дыр сюда, и потом херак, получается... О! Чё получилось? Не поняла, чё получилось. Короче, там, если правильно поставить, получится. Киевская. Не, Киев это... Где словосочетание Киевская Русь-Украина? Киевская. Бать, подходит. Пять букв по вертикали. Ясно. Киев это город. Ну, а он на Украине. Киевская Русь-Украина. Не. А при чём здесь Украина? Это сейчас Украина. А Украина была 1600... 1600... Не памятаю, якому точному році. Там уже... 1600 была. А Москва в каком появилась роце? Подивіться на своих цих... Подивіться. В твоём роце... Єсть зубы? В роце... В каком появилась вот эта вот роце? А? Реально не памятаю. Не подметаю. Кажешь, не подметаешь. Лентяйка сраная. Иди подметай давай. Не подметает она. Так. Не. Вот вы реально... Вы розумієте, что вы вот зараз... Я понимаю, что вы говорите. И меня доводите до того. Вы меня доводите. До сыр-дыр-пыр. Милдер-Чердабир. Чтобы я что признала? Нет. Украина была еще признана 1600, какому-то там році. Кем признана? ООН? Признала ООН Украину в 1600 там каком-то роце? Я или в роце не признавала его? Я вас в роце, говорит, долбил. Признавала или нет? Памятаю точно, чтобы вы знали, да, от вы на это и идете. Что я не памятаю в самом яком році. Запорожцы. Даже при Крым... При Екатерине другий. При другой Екатерине. Не той, которая, а при другой. Та Екатерина другая, которая другая. Та другая нам не интересно. Вот там Екатерина другая была. Вот при другой Екатерине там что было? Разбомбила всю цю, всю Запорожскую Сич. Разбомбила калибрами или кинжалами. Там смотря, надо смотреть, если та Екатерина, то кинжалами. А если другая Екатерина, то тогда, конечно, калибрами. Тут надо смотреть, какая Екатерина. Другая это какая? Вона же до того была. Украина. Нет, Запорожская Сичь понятно. Ну и что вы хотите мне рассказать? Про что? Что Украины не было? Да я не хочу даже про цесу. Это вы мне рассказываете. Говорит, Запорожская Сичь. Где в Запорожской Сиче ты Украину опять сделала? Как ты эти буквы переставляешь, мать? Ну научи, ёпросите. Что за головоломка такая? Покруче кубик и рубик. Вот они там буквы как-то... Оп, Украина появилась. Вот была Киевская Русь. Что я рассказываю? Вот вы сами говорите, была Киевская Русь. Была Запорожская Сичь. Была Запорожская Сичь. Русь, Запорожская. А Украина-то где? А Украина-то где? А Украина-то где? В гнезде! Ёпта! Вы что, скажите? Ну конечно. Где в этих словах? На вот эти... А вы знаете, а вы знаете, где я хочу вам сказать, где была Киевская... где Украина? Где? В мир. Она была в миру. Правильно? В миру проделали дыру, и там появилась Украина. Точно. Я знаю, где она была. Там эту карту. Вот там эту карту. Карту. Валет-пик. Берем карту Валет-пик. И там... О! Вот она. Дыра. Какую Путин ось о роздивлявся недавно із своїм подданим. Так. Ось о на всю... На всю... На всю, не знаю... На всю, как ее... Мир. На всю мир. Мир. Європу, на всю значимість. От подивіться на ней і подивитися. Де там єсть Украина. Там гарно все позначено. В семнадцятому 1700 якомусь там році там Україна... В семнадцятому в 1700. Так. Правно позначено. Якщо ви не хочете признавати, що єсть Україна. От там гарно все показано. Может. Может, но не покажет. Потому шо... Мир. Дыр. Пыр. І в итоге получается, что? В итоге. Вы поняли, что в итоге получилось? Правильно. Черна. Мир. Дын.